Господь имеет дело с волей. Воля – это сила, управляющая человеческим естеством и контролирующая все другие его способности. «Покоряя свою волю Христу, вы сокроетесь со Христом в Боге и приобщитесь к силе, которая выше всяких начальств и властей. Вы обретете силу от Бога, которая будет владеть вами, и новый свет, свет живой веры, воссияет для вас. Ваша воля должна быть в союзе с волей Бога. Если ваша воля будет твердо держаться Господа, то все ваши чувства будут приведены в послушание воли Иисуса. Вы крепко станете на твердой скале. Господь приглашает – покоритесь Мне. Отдайте Мне свою волю. Не позволяйте сатане контролировать ее, и Я буду владеть ею. Тогда Я смогу действовать в вас по своей воле и своему благоволению. Когда Господь даст вам ум Христов, ваша воля уподобится Его воле, и ваш характер изменится и уподобится характеру Христа». Какое мощное обетование Господа для нас, как народа последнего времени. Для того, чтобы узнать Его волю, Господь нам подарил свое слово, имеющее творческую силу, способную исполнять то, о чем оно говорит. «На протяжении шести тысяч лет Господь возобновлял утраченный смысл своего слова, поэтапно расчищая его от ложных утверждений сатаны, из-за которых истина не могла во всей полноте проявлять свою привлекательную красоту и творческую силу. Характер Творца стал очерняться все больше и больше в умах человечества, так как грех прогрессировал, но при этом по милости Божьей умножалась и благодать. Свет в познании Божьего слова умножался по мере умножения беззаконий. С каждым последующим поколением Бог открывал свою истину все ярче и ярче. И вот эта тема сегодняшняя и предназначена самим Богом, чтобы показать нам этот прекрасный процесс в познании Его истины. От вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое сотворенное существо от светлого святого Серафима до человека было храмом, обителью Творца. Понимая эту истину и истину о творческой силе Божьего слова, способную поддерживать жизнь всякого сотворенного существа, Сатана и решил его подменить или же сделать его не просто недоступным, но искаженным в умах разумных, сотворенных Богом существ. Начало этого беззакония было на небе, где Сатаной был оклеветан Творец и Его вечные и неизменные слова, как основание вечной жизни всего Божьего творения. Последствия восстания на небе перекинулись, как огонь на землю. И мы знаем эту историю, историю подмены праведного Слова Божьего сатанинской ложью. Человек имел Божье повеление – «разнажайтесь, населяйте землю для прославления имени Моего». Люди приняли эти слова, не обещая взамен ничего Богу, и радовались Его Слову. Они наслаждались этим словом и плодами послушания Ему. Но их счастье в повиновении не было долгим, потому что вмешался враг, используя выбор человека, он предложил ему иное слово. И сказал змей жене – «Правду ли, – сказал Бог, – нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы укусите эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это было другое, ложное слово, прозвучавшее впервые в Эдеме, ложь, искажающая смысл творческого Слова Божьего. Люди, услышав его, засомневались в истинности Слов Божьих и приняли эту подделку. Началось немыслимое страдание не только уже падшего человечества, но и всего творения Божьего, включая, конечно же, и непадших существ, и самого Творца. Все живое пострадало от их необдуманного и безумного выбора. Сегодня мы с вами понимаем, что грех – это сомнение в Слове Божьем, это неповиновение Слову Божьему, это отвержение Слова Божьего, это разномыслие с Богом. Но любящий Небесный Отец не оставил своих детей в беде. Он уверил их, что даже в таком состоянии они не стали менее любимы им. Более того, он дал обещание, что всегда будет с ними и не оставит человечество в этом ужасном горе. И в назначенное время он сам лично придет сюда, стал одним из нас. Он даст человечеству еще один шанс в принятии правильного выбора. И этот шанс будет в его смерти. Вместо них. Своей смертью он нанесет смертельный удар врагу человека и врагу Божьему, греху, и его родоначальнику-дьяволу. Став нами, он победит грех воплоти и посмеется над смертью, забрав у нее навсегда силу удерживать своих узников. Со времени грехопадения, за полторы тысячи лет, грех быстро начал умножаться на земле. Настолько, что Господь был вынужден уничтожить в водах потопа последствия греха и тех, кто стал одно с ним. Но перед этим Господь предупредил все человечество о своих планах, дал каждому снова возможность избрать веру в его неизменное слово и быть спасенным. В результате 120-летней проповеди праведного Ноя от водной катастрофы спасен был только верный остаток в числе 8 душ. Это те, кто доверился Слову Божьему, проявив веру на деле, построив ковчег, символизирующий спасение во Христе. Они сохранили Слово Творца в своих сердцах и вошли в ковчег. И по их вере Бог сохранил им жизни. Казалось бы, вот теперь можно процветать истине Божьей. Те, которые прислушались к Слову Божьему, должны были бы населять землю и радоваться. Но нет. Грех, который уже был на земле и затронул человеческий разум, начал снова умножаться. Люди умножались и умножался грех. Чтобы снова воспротивиться Слову Божьему, они начали строить башню, показав тем самым пренебрежение к Божьему обетованию о том, что он больше не пошлет воды потопа на землю. Господь вынужден был снова вмешаться. Он разделил людей по языкам. Горемыки разошлись в разные стороны и продолжали жить во своих грехах, игнорируя и дальше Слово Творца. Благодаря Божественной благодати у Господа все время был верный остаток, проповедующий веру в творческую силу Слова. Благодаря этим верным мужам Господь и не уничтожил все развращенное человечество. Авель, Енох, Ной, Авраам, Иосиф, Моисей – эти верные дети Божьи всегда верно слышали Слово Божье и передавали его своим современникам. Но во все времена это Слово отвергалось нечестивым большинством. В результате отвержения народ Божий оказался в египетском рабстве. Но Господь и здесь чудным образом выводит его из этого Египта, применяя при этом чудеса и силу своего творческого Слова, используя при этом верного своего раба Моисея. Но даже в уже освобожденном народе оставалось нечто, то, что помешало ему войти в Богом обетованную землю. Это нечто – египетское рабское мышление. Господь приводит Свой народ к подножию горы Синай, где и провозглашает десять кратких обетований, ярко раскрывающих характер и волю Божью, желая показать им Свою любовь к человечеству. Но народ, пропитанный рабским мышлением, не понимает этого и со своей стороны обещает Богу исполнить Его Слово своими плотскими усилиями. То Слово, которое имеет в самом себе творческую силу, способную и предназначенную самому исполнять то, о чем оно и говорит. Но этого они так и не смогли уразуметь, что происходит даже и сегодня с нашим мышлением. Своим обещанием Богу исполнить это Слово люди подтвердили свое непонимание и непринятие воли Божьей, выраженной в Его сказанном Слове. Они сказали, мы исполним все то, что требует от нас Господь, вместо того, чтобы просто сказать «Аминь!» «Да будет нам по Слову Твоему!» проявив при этом веру. Я верю, что в этом процессе преуспел сатана, и он сегодня работает подобными принципами. Этим человеческим обещанием Божий Вечный Завет трансформируется в Ветхий Завет, как незаконный договор человека с Богом, подразумевающий по своей сути равные права в исполнении Божьего Завета. И через несколько недель это все проявляется в действиях. Они делают тельца и поклоняются Ему. Господь, видя все это беззаконие, пишет Своим перстом десять заповедей на каменных скрыжалях, как символи окаменелых сердец Своего непослушного народа. Тот самый закон, выраженный в кратких и емких обетованиях, который Бог так мечтал прописать в их сердцах. Через Моисея Господь дает человечеству Тору, как подробное объяснение Своего Десятисловного закона. Вестница Господня говорит, что положиться на память народа, который способен забыть его установление, Господь не мог и начертал заповеди на каменных скрыжалях, потому что Он хотел оградить Израиль о какой бы то ни было опасности смешения языческих традиций со Своими святыми предписаниями. Эти указания, объясняющие обязанности человека перед Богом, перед ближними и пришельцами, являли собой не что иное, как расширенные принципы Десяти заповедей. Эти разъяснения были призваны защитить святость Десяти заповедей, начертанных на каменных скрыжалях. «Тому, в ком царствует Бог и в ком Он любим, не нужны напоминания о том, чтобы не забыть Его. Как же можно забыть того, кого любишь и на ком сосредоточены все твои помыслы? Любующее сердце не может забыть о том, кем постоянно живет, о ком постоянно думает и кого постоянно любит». Следующая цитата, которая на слайде говорит о том, что если бы евреи хранили закон Божий в сердце, то не было бы нужды в провозглашении его на Синае и записывать на каменных скрыжалях. Не было бы нужды и в дополнительных толкованиях Моисея. Необходимости в этом не было. Но в связи с разрешением народа, утратившего познание всемогущего, они поспешно заключили завет, чего от них никак не требовал Господь. И для лучшего понимания своей воли и откровения своего характера Бог Агапе даровал человеку модель небесного святилища как действующее и наглядное пособие, очень мощно открывающее план спасения человечества во Христе. Расписал при этом подробную инструкцию к служению святилища. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам через Сына Своего, которого назначил наследником всего, через которого и миры сотворил. Самая великая кульминация в откровении Божьего характера в истории человечества произошла спустя четыре тысячи лет от грехопадения, когда явился в наш мир, желаемый всеми народами. И Слово сделалось плотью и обитало среди нас полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. На землю пришло Слово, приняв на себя человеческую падшую плоть. В Вифлееме рождается младенец Иисус. Рождается, как каждый из нас, чтобы исполнить волю Отца, отказавшись от самого себя, устранил свои воли. В зрелом возрасте Иисус проповедовал любовь Отца, того Отца, который пошел на величайшую жертву, отдав своего возлюбленного Сына этому грешному и падшему человечеству. Ради их же спасения об этой проповеди свидетельствует все Писание. В результате этой живой проповеди Словом, ставшим плотью, человечество во главе с народом Божьим в авангарде религиозных чинов убивает желаемого народами. Кто, будучи блеском славы Его и точным образом Личности Его, и поддерживая все Словом силы Своей, когда очистил с собой грехи наши, сел по правую руку величия на высоте. Христос воскрес и вошел в небесное святилище, чтобы сегодня ходатайствовать за каждого из нас. На протяжении дальнейших веков дьявол продолжал искажать Слово Божье. Он использовал в этом деле очень сильный и эффективный инструмент, трансформировавшуюся Церковь, которая с апостольской превратилась в римокатолическую. Пришло время темного Средневековья, когда Слово Божье уничтожалось на всех уровнях. Вестница Господня говорила, что в мире осталось только несколько экземпляров Библии. Вместо истинного Слова Божьего выставляются предания святых отцов. Но Господь поднимает реформаторов и поэтапно восстанавливает свое Слово в умах человечества. И как предвестник кульминации этой реформации Он воздвигает целое движение, впоследствии приобретшее название Адвентисты Седьмого Дня. Этому народу Бог по Своей милости даровал Свой избранный сосуд Вестницу Господню Елен Уайт. Он дает и свидетельства, через которые желает очистить мышление Своего народа, как народа, достигшего последних веков, раскрывая им свою актуальную во все времена весть о праведности по вере только в заслуги Христа. Эта весть красной нитью проходит по всей Библии, где описано все Слово Божие, данное человечеству. Но, к несчастью, этот народ, так же, как и народ во времена Моисея, уже имел свои сформировавшиеся в их церковных динаминациях и навязанные им сатаной ложные трактовки на истину, что и отравило их мышление. И как результат этого нечестивого покрывала на их глазах и ушах, они, как и все предшественники их, воспротивились ясным словам Вестницы Господней. Даже дошли до того, что аккуратно отослали ее в Австралию почти на 10 лет ссылку. Но разве мог любящий Господь оставить свой народ в этой разлагающейся темноте? Нет, конечно. Он, как и всегда, усиливает свою весть, раскрывая еще ярче истину о праведности Христовой, воздвигая для этого еще двух вестников, также из простых служителей Джонса и Вагонера. Почему же из простых? Да потому, что знатные богословы не покорились Божьему Духу из-за своей надменности в знаниях библейских текстов. Именно к этим двум Господь и сумел достучаться. И они, услышав Его Слово, покорились воле Господа. И Господь сделал с них своих верных глашат ее. Уже в их трудах весть о праведности по вере звучит более сконцентрировано и более ярко, о чем позже засвидетельствует сама вестница Господня, которая скажет, «Я проповедовала вам об этом последние 45 лет, о несравненном очаровании Христа. Это то, что я пыталась донести до вашего сознания все это время. Но когда брат Вагонер высказал эти мысли в Миннеаполисе, это было первым и ясным учением по данному вопросу, который я слышала из чьих-либо ясных уст, не считая разговоров между мной и моим мужем. Слышите? Она говорит, «Я преподносила вам 45 лет то, что они говорят сегодня более ярко и более ясно и более ясными устами». Библия авторитетно обличает нас. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. И как в древние времена современный уже народ Божий отвергает и этих Божьих вестников, а с ними и Божью весть, что равносильно отвержанию самого Господа. И как результат мы имеем сегодня послание к Ладийской Церкви. Послание в том, что мы теплы, потому что мы отвергли Слово Божие, потому что мы, как и в Эдеме, первые люди прислушались к словам врага всякой праведности. Но, к сожалению, сегодня многие адвентисты заявляют, что мы все-таки приняли Слово Божье, как оно есть. Мы приняли эту весть о праведности по вере. Но события, последние в ней, и сама вестница Господня свидетельствует об обратном. Именно об отвержении Слова Божьего всей деноминацией, начиная с ее руководителей. Следующие цитаты подтверждают эту истину. Вестница Господня свидетельствовала, по своей великой милости, самую драгоценную весть своему народу Господь послал через пастору Вагонера и Джонса. Эта весть пригласила нас принять праведность Христа. Эту весть Бог повелел передать миру. Эта весть третьего ангела, и она должна быть провозглашена громким голосом. Ее должно сопроводить излитие Святого Духа в обильной мере. Братья дорогие, что мы здесь видим? Я лично вижу то, что эта самая драгоценная весть, преподанная этими пасторами Вагонером и Джонсом, это весть третьего ангела. И эту весть будет сопровождать излитие позднего дождя. Это весть позднего дождя. Весть о праведности по вере есть вестью позднего дождя. О каком излитии Духа Святого мы сегодня молимся с вами, дорогие братья, если мы отвергаем эту весть? Весть позднего дождя, весть Духа Святого. Не лицемерим ли мы с вами, проявляя невежество? Годами Церковь взирала на человека. Дорогие мои, не о тех ли годах вспоминает Вестница Господня, когда она 45 лет проповедовала для Церкви верного Божьего остатка весть о праведности через веру в заслуги Иисуса Христа? Она продолжает. Поэтому Бог дал своим слугам свидетельство, которое представило истину такой, какова она есть в Иисусе, то есть весть третьего ангела. Данное свидетельство должно пройти по всем просторам земли. Весть, которую Он дал своим слугам, должна совершить преобразование в сердце и разуме каждого человека. Посмотрите, мы ждем преобразования, мы желаем преобразования, мы желаем, чтобы Дух Сятой сошел и преобразовал нашу жизнь. Но вестница Господней говорит, что не просто поздний дождь должен преобразовать, а именно эта весть о праведности по вере она должна преобразовать нашу жизнь. Господь желает, чтобы мы изучали эти великие истины в наших церквях. Вестники Божьей праведности, то есть Вагонер и Джонс, Бог дал им свою весть. Они непосредственно слышат слово Господне. Если вы отвергаете посланных вестников Христа, значит, вы отвергаете самого Христа. А это, дорогие, говорит о том, что сегодня в церквях эта весть не проповедуется массово. А если и проповедуется, то вестников, как и тогда в часы Елены Уайт, также гонят. Их не признают. Их не принимают. Потому что эта весть, которую они несут, весть о праведности по вере, она разрушает человеческую гордыню. А гордецы этого не любят. Они этого не желают. И посему они восстают против этой вести и вестников, а значит, против самого Христа. Посмотрите, что сегодня проповедуется за Божьими кафедрами в наших церквях. Было представлено свидетельство, чтобы все увидели, кого Господь признал за своих слуг. Сражаясь против них, люди сражались против Бога. Вестники служили знамением в мире и свидетелями Бога. Эти вестники Божьи были принципиальными и стойкими. Если вы отвергаете посланных вестников Христа, значит, вы отвергаете самого Христа. Как прискорно, дорогие братья, сегодня видеть то, что творится в Божьей Церкви, когда отвергается весть и преследуются вестники. Я говорю это не понаслышке. Я говорю это из личного опыта. Следующая цитата разбивает в пух и прах утверждение многих сегодня адвентистов о том, что якобы деноминация адвентистская приняла эту весть. Смотрите, что говорит Вестница Господня. Если бы те, кто участвовал в движении 1844 года приняли весть третьего ангела и возвестили бы ее в силе Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела. На землю были бы излиты целые потоки света. Давно бы жители земли получили предостережение, последний этап работы был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления своего народа. Как читаем? Как читаем, дорогие? Аргумент простой. Если бы действительно деноминация адвентистов седьмого дня, наша любимая деноминация, приняла драгоценную весть о праведности по вере, которая является вестью позднего дождя, то поздний дождь уже бы излился, и народ приготовился бы к возвращению Христа, и приготовил бы и другие народы. И Христос уже давно возвратился бы. Воля Божья состояла не в том, чтобы Израиль сорок лет скитался по пустыне. Он был намерен прямо ввести Вихананскую землю, чтобы там они жили правильно и счастливо, но они не могли войти из-за неверия. Неверие и богоступничество погубило их. Не по воле Бога откладывается пришествие Христа, говорит Вестница Господня. Понимаете? Не по воле Бога. Сегодня мы больше 170 лет здесь на земле мучимся в своем беззаконии. Пришествие Господа откладывается из-за нашего неверия. Но слава Богу, что, как и во все времена, у Господа сегодня есть верный остаточек, и мы сейчас поговорим о нем. Святым Своим благоволил Бог показать, что же есть богатство славы этой тайны, которая есть Христос у вас, надежда славы. Сегодня Господь также не оставил свое слово в пренебрежении. Он избрал уже целый народ числом аж 144 тысячи, которым Он уже сегодня своим творческим перстом на их сердцах прописывает свой святой закон. Он исполняет свою волю в наших сердцах сегодня. И вот эти люди не клянутся Господу в том, что исполнят Его слово, так как множество их предшественников и современников нет. Они понимают, что сами по себе они этого сделать никак не могут, потому что они ничто. Они праг, а значит они полностью зависимы от Господа славы. Услышав Божьи обетования, данные им, они говорят. Так, Господи, аминь, да будет нам по Слову Твоему. Если Ты сказал, то мы уверены в Твоем Слове, уверены в том, что само это Слово, которое Ты сказал, имеет в себе силу исполнить то, о чем оно и провозглашает. Почему же мы так с Вами говорим? Да потому, что эта весть о праведности через веру в заслуги Христа, весть, которая была сильно провозглашена этими пасторами Вагонером и Джонсом на Миннеапольской конференции в 1888 году, это весть как драгоценнейшее сокровище. Это сокровище настолько дорогое, что дороже его нет и не будет. Эта весть предназначена прославить самого Христа. Она провозглашает несравненное очарование Христом. В этой вести представлено оправдание по вере в поручителя. Многие люди потеряли из виду Иисуса. Эти люди нуждаются в том, чтобы направить свой взор на божественную личность и его заслуги. Возвеличенный Спаситель как Агнец закланный должен быть явлен в его действенном служении. Силу крови Христа необходимо представить людям ярко и убедительно, чтобы их вера полагалась на ее заслуги. Эти бриллианты, эти жемчужины, эти изумруды, эти сокровища Господь нам оставил в трудах Джонса и Вагонера, в трудах вестницы Господней и во всем своем слове, описанном в Библии. Мы соглашаемся, что мы всего лишь прах, и то, что мы ничего не можем сделать сами от себя, ничего хорошего. Мы принимаем эту весть потому, что она разбивает нашу самоправедность в пух и прах. Она открывает нам любящего Творца Бога, Агапе, желающего нашего спасения, того, который желает царствовать в нас и проживать свою собственную жизнь в нашем храме, в Божьем храме, в нас. Итак, дорогие, мы с вами проследили путь открывающейся истины от начала и до конца. И мы увидели, что чем ближе ко второму пришествию Господа, тем более ярче истина начинает сверкать. Но при этом человечество все более становится слабее, ослабевает их ум и тело. Парадокс. Самое слабое поколение имеет самый яркий свет в познании истины Божьей. И именно это поколение и предназначено Богом для сокрушительного удара по притязаниям сатаны и его лжи. Это поколение является тем камнем, оторванным от скалы и разрушившим истукана, созданного дьяволом, как системой противления Слово Божьему. Этот верный Богу остаток имеет предназначение стать живым воплощением закона Божьего. Обетование Божье исполнится в нашей жизни. Мы призваны отобразить в себе вечный Божий завет. Слово Божье станет нашей плотью, как и в жизни Христа. И если Слово Божье станет нашей плотью, то это значит лишь одно, что мы с вами отобразим и славу Отца. А это значит, что Христос в нас станет нашим и единственным Царем. А это значит, что пророчество, о котором мы с вами так много проповедуем и так много говорим и сказанное однажды пророком Даниилом и тогда святилище очистится, это пророчество исполнится в нашей жизни, так как Христос победил в нас Своею верою. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут Моим народом. Христос победил в них. Награда небесные похвалы, которых удостоятся победители, будут соразмерны тому, насколько верно они представляли миру характер Христа. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Благодарение же Богу, что нам дана возможность сеять на земле семья, которая даст урожай у вечности. Венец жизни будет либо ярким, либо тусклым, либо засверкает россыпью звезд, либо осветится несколькими драгоценными камнями в зависимости от наших действий. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И мы говорим сегодня Господу, да будет воля Твоя, Господи, исполни Твои обещания в нас, гряди, наш дорогой Господь, мы так заждались Тебя, мы так хотим домой. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова